Мелехово, Ясная Поляна, Шахматово. На карте России немало существует места, где созданы музеи-заповедники, посвященные тому или иному знаменитому литератору. Великому российскому сатирику Салтыкову-Щедрину до недавнего времени не везло. Усадьба, где жил писатель, сгорела. Огромный усадебный комплекс был много лет заброшен. Но сейчас полным ходом идет работа над проектом возрождения усадьбы Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Господский дом Салтыковых в селе Спасугу-Талгамского района с восстановлением каскадов садов и прудов планируется возвести в течение нескольких лет. Кроме того, инвесторы проекта намерены капитально отремонтировать семейную церковь Спаспреображения, где ныне находится музей великого писателя. Мы хотим, чтобы вот здесь, на этом месте, был восстановлен большой господский дом. Мы планируем его восстановить на следующий год, уже к празднику, к Щедринскому, к 20 августа, хотя бы частично, но чтобы туда переехал музей. И провести большой Щедринский праздник 20 августа здесь, Спасугли. А через пять лет мы хотим, чтобы у нас уже было очень много что сделано. И господский дом восстановлено, а святой источник Орданка, церковь восстановлена. По словам инвесторов, к 19 августа 2016 года в основном будет построен господский дом, а родовая церковь Салтыковых Преображения Господня освободится от музейной утвари и будет в полном распоряжении верующих. Проект реализует группа инвесторов из Дубнинской компании «Авиапром». Еще у нас в планах сделать и лодочную станцию, и купель, чтобы можно было окунаться в святой источник Орданка. Хотим восстановить оранжерей, грунтовый сарай, пруды, где Салтыковый карп выращивали. А в 2026 году, когда будет 200-летие со дня рождения, мы думаем, что здесь уже все будет восстановлено, как мы хотим. Это очень необходимое начинание. Это великий русский писатель, один из столпов, я бы сказал, русской литературы. И то, что Россия лишена места, куда можно приехать и почтить его память, прикоснуться к истории его и его семьи, это, конечно, большое упущение. Но, слава Богу, нашлись люди, которые обещали нам и, может быть, всей стране дать, наконец-то, возможность возродить эту усадьбу, возродить место, откуда родом великий писатель. И таким образом внести свой вклад и возрождение русской культуры. Село Спасское на углу принадлежит числу древнейших поселений. И изначально здесь была церковь, сначала деревянная. Когда старинная церковь сгорела, на ее месте Салтыкову построили новую. Но после очередного пожара бабушка великого писателя, Надежда Ивановна Салтыкова, возвела нынешний каменный храм. Именно в нем крестили новорожденного Мишу. На второй день после рождения здесь Мишу крестили, и его крестный Михаил Курбатов пророчествовал, что родился будущий воин супостатов, покорителей дамских угодников. Так и было? Как сказано, так написано. И какую родину сыграл этот храм в семье Салтыковых? Это родовая церковь Господства Салтыковых, где среди проходили службы. Это был местный прихожан из ближайших пяти деревень. Церковь очень красивая, здесь живописцев приглашали специально с Москвы. И столько много было прихожан, как у нас написано, что невозможно было руку протиснуть свободно между ними. И куда богомолец не смотрел, на него смотрели священные лики. Музей здесь был открыт в 1986 году, в год 160-летнего юбилея писателя-сатирика. Сотрудникам музея категорически не хватает пространства для организации полноценных экспозиций. В фондах хранится более 2000 экспонатов, но подавляющее большинство из них хранится вдали от глаз посетителей музея Салтыковых-Щедрина. Но ведь господа Головлева – это семейный, что называется, личный материал. Хроники. Ну да, у нас такое мнение, что его старший брат Дмитрий стал прототипом главного героя Иудушки в господа Головлеву. А мать, соответственно? Мама, матушка вообще во всех произведениях Салтыковых-Щедрина присутствует. Она каждый раз угадывала себя в новом произведении Салтыковых-Щедрина. В ней все кипело. И постепенно, постепенно, вот то, что Салтыковых-Щедрин женился на той девушке, которую избрал, а не на той, которую мать ему хотела. В суженое дать дочку помещика Страмилова. И то, что он писал произведения, каждый раз наведел там себя, все это постепенно привело к тому, что матушка его из разряда любимчиков перевела в разряд постылых. Сотрудники музея мечтают полностью воссоздать обстановку родовой Усальбы, в которой родился и провел первые 10 лет своей жизни будущий великий русский писатель. Восстановить господский дом, историческую планировку и хозяйственные постройки Усальбы. Начало уже положено. Проект реставрации проходит согласование в Министерстве культуры Московской области. Если все пройдет благополучно, то уже в августе будущего года мы увидим воссозданный дом Салтыковых. Но это будет только первый этап реставрационных работ в родовом имении Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Продолжение следует...